Здравствуйте! В эфире информационная программа «Северный город» в студии Анастасия Матвеева. Сегодня выпуски. Руководители подразделений города встретились на вторичной планерке. Сотрудники полиции изъяли крупную партию алкогольной продукции. Стартовала комиссия по постановке на воинский учет. В центре занятости подвели итоги 2015 года. Прошла церемония открытия муниципального этапа конкурса «Учитель и воспитатель-2016». Сотрудники Усть-Римской госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Установлено, что в районе регулируемого пешеходного перехода водитель автомашины «Тойота Королла» совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть на красный сигнал светофора. Пострадавшие женщины 73 и 55 лет доставлены в медицинское учреждение с различными травмами. Сотрудники полиции призывают водителей и пешеходов к необходимости соблюдать правила дорожного движения. По информации правоохранительных органов, с 18 по 25 января на территории города и района было выявлено 819 нарушений ПДД. В состоянии опьянения за рулем находились 10 водителей. Кроме того, 22 пешехода переходили проезжую часть в неположенном месте. Нарушили правила пользования ремнем безопасности 112 человек. Без детского кресла перевозили 11 детей. Все управления и подразделения города продолжают свою работу. Вчера для обсуждения текущих дел их руководители собрались в администрации Устилимска. Гостем вторничной планерки стала Марина Белозерова, начальник Устилимского отдела ЗАГС. Она озвучила статистику рождаемости, смертности и заключенных за 2015 год актов. В продолжении темы обсудили планы расширения площади перед зданием ЗАГСа. Проект по благоустройству территории находится в стадии разработки. Возможно, его удастся выполнить уже этим летом. После заслушивания итогов за прошедший год перешли к вопросу численности населения города. Население города, по последним данным, составляет 82 тысячи, 30 тысяч человек. И вот по результатам 2015 года оказывается, городское население составляет всего 80 тысяч 31 человек. То есть, вот лично я 2 тысячи потерял. А если с городом и с районом, то 95 тысяч человек. Вот такая цифра. То есть, мы как раз на грани 80 тысяч и 79 тысяч, то есть, много и по нормативам всевозможным. Вот эта грани 80 тысяч человек, она будет сказываться и на статусе города, и на нормативах каких-то. Далее, Вакиль Касимович сообщил о прибытии в город делегации во главе с генеральным директором группы «ИЛИМ». Обсуждали, какие темы. Это связано с двукратным увеличением производительности. Это новые линии, это новые рабочие места. Это сразу нагрузка на социальную сферу. Обсуждали вопросы предстоящей подготовки кадров. То есть, начиная от ранней профориентации. Рассматривали возможность более серьезных подходов к нашему лесотехническому техникуму, как основного в будущем поставщика кадров. Я назвал средний возраст жителей по городу Стримску-Ново и на кромплощадке, и в наших многих учреждениях. Вот этот средний возраст работников, он зашкаливает. Очень много людей предпенсионного, пенсионного возраста на УПК. Поэтому это одна из главных тем предстоящим. Будем вместе обсуждать подготовку кадров. Здесь и будет нагрузка на социальную сферу, и на здравоохранение, и на социальные какие-то учреждения. Ну, то есть, работа предстоит большая, в том числе и нам. Перспектива для Устеримска и его жителей хорошая. Рабочие места необходимы. Ведь благодаря этому уменьшится отток населения. Есть и другие добрые вести. Губернатор региона не отложил в сторону запросы нашего города о развитии воздушного и железнодорожного транспорта. В связи с тем, что местный бюджет невелик, был выбран вариант муниципального и частного партнерства. Правительством Иркутской области рассматривается возможность создания специального проекта. Что позволит объединить областные аэропорты и посадочные площадки, выработать единую стратегию развития автотранспортного комплекса Иркутской области. То есть, как один из вариантов, такие аэропорты, как Устеримск, или как мы называем ее, посадочная площадка. То есть, объединить в одно предприятие эгиды Иркутского аэропорта. Этот вариант на сегодня рассматривается. Но то, что касается железнодорожного транспорта, тоже идет консультация в сегодняшнем состоянии, где какие вагоны, где поскольку пассажиры ждут. То есть, эти варианты через Рижезногорск, через Тайшет. Ну и, по информации восточно-сибирского филиала пассажирского вагона «Депо» Иркутск, при формировании предложений на новый график движения пассажирских поездов на 2016-2017 годы будет рассматриваться возможность организации беспересадочного сообщения из Устеримска до Новосибирска, Москвы или Кисловодска. Вот этот вопрос будет дополнительно рассматриваться при формировании плана. Но вот какое быть решение, здесь вот учитывая преамбулы этого выступления о том, что очень выточный этот вариант с Устеримска, будем готовы к отказу. О командировке в столицу региона доложила Ирина Авдеева, начальник управления спорта. В Иркутске она прошла обучение на семинаре, посвященном фестивалю ГТО, который пройдет в феврале текущего года. Областью четко определено, что в феврале сдают ГТО у нас 11 классы. Остальные возрастные группы имеют право и возможность сдать ГТО чуть позже, в марте весь месяц. Такая конкретика обусловлена тем, что 11-классники до своего выпускного должны получить знаки отличия ГТО с соответствующими документами. То есть, ну, все дело в сроках. Также в области определены сроки. Четко проведение этого фестиваля мы должны попасть во все, ну, так сказать, уложиться. Вовремя сдать протоколы, вовремя внести данные в автоматическую систему базы данных ГТО, которая уйдет сразу напрямую в Москву. Сегодня готово положение, направлено будет в Байфанасе на согласование. И, можно сказать, запускаем процедуру проведения фестиваля, которая начнется с классных часов в образовательных учреждениях. Сергей Клименок, заместитель главы города, сообщил о том, что продолжается выдача ключей от квартир в домах для переселенцев из зоны Богучанского водохранилища. Оксана Янковская, исполняющая обязанности начальника департамента жилищной политики, добавила информацию о жалобах, поступивших от переселенцев. Квартира съемщиков, заселенных в эти четыре дома по переселению, поступило уже четыре заявления на устранение недостатков в квартирах. Ну, все недостатки в рамках гарантийных обязательств перед подрядчиками, то есть больших недоделок нету, есть мелкие замечания, которые уже в процессе устранения подрядчикам под нашим контролем, ну и те, которые требуют более длительного устранения, значит, соответственно, с подрядчиком проводим работу. Отделы культуры и образования работают в обычном порядке. А вот у пенсионного фонда есть новости об индексации неработающим пенсионерам. Подробнее о выплатах рассказала Татьяна Никитенко, заместитель начальника местного отделения. 24 447 неработающих пенсионеров с 1 февраля будут получать пенсию с повышением на 4%. Социальные пенсии будут проиндексированы, как и заложено в законодательстве, с 1 апреля. А вот с 1 февраля еще и единовременные денежные выплаты, аббревиатура ЕДВ на 9652 пенсионера. Тоже будет им проиндексировано ЕДВ на 7% с 1 февраля. Ажиотаж был, конечно, и до нового года. Обращались неработающие пенсионеры, которые прекратили работу в 4 квартале 2015 года. Их обратилось 80 человек в декабре и уже 200 в этом году. И чтобы внести ясность, с 1 апреля пенсионным фондом будут приниматься отчеты. От страхователей новые отчеты. Упрощенная форма. И ежемесячная упрощенная отчетность. Там будет только фамилия, имя, отчество, СНИЛС и МНМ. За непредставление, первый отчет должен будет представляться до 10 мая. За непредставление отчета или непредставление недостоверных средений 500 рублей штрафа за одного человека. Эта форма отчетности позволит избежать обращения неработающих пенсионеров в органы пенсионного фонда. То есть теперь такая необходимость с мая месяца отпадет. А на сегодня все прекратившие, что всем было понятно, прекратившие работать в 4 квартале 2015 года, и в 1 квартале 2016, они имеют право обратиться в органы пенсионного фонда до 31 мая. Представьте информацию о том, что они прекратили свою работу. И тогда их пенсии будут проиндексированы в следующем месяце. Стало известно, что до 1 января 2017 года индексации материнского семейного капитала не будет. Она заморожена. Также и рассматривается проект социальной адаптации детей в обществе. Это были главные темы планерки. Следите за развитием событий вместе с нами. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Служба по тарифам при Ангаре с 15 февраля текущего года решила повысить тарифы на проезд в пригородном и междугородном общественном транспорте на 7-7,4%. Предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом в пригородном сообщении на территории региона составят 1,66 рубля за 1 километр. В районах Крайнего Севера – 1,82 рубля. В начале 2016 года сотрудники Уст-Илимской полиции проводили проверку магазинов, осуществляющих продажу алкоголя. Стражи порядка выясняли, соблюдается ли закон о реализации алкогольной продукции. Так, в январе уже зафиксировано 12 правонарушений. Три факта реализации самогона в Уст-Илимском районе и 9 фактов продажи пива в ночное время. Кроме того, сотрудниками дорожной полиции была задержана грузовая машина, перевозившая спиртное. Выявлено, что акцизные марки на продукции не соответствуют госзнаку. Подробнее рассказал Игорь Лиско. Данная автомашина была доставлена сюда в межмуниципальный отдел, где в ходе осмотра установлено, что не на весь алкоголь у водителя находились документы. То есть, что дало нам уже сомневаться в качестве самой алкогольной продукции. Была назначена предварительная экспертиза, где, согласно предварительной экспертизе, установлено, что акцизные марки данной алкогольной продукции имеют признаки подделки. Таким образом, была изъята вся алкогольная продукция в количестве тонна 236 литров с половиной и помещена на склад временного хранения. В настоящий момент проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 327.1 подделка акцизных марок. Санкция при установлении действительного факта подделки акцизных марок в отношении лица, будет проводиться проверка и санкция за данный вид преступления, штраф от 500 тысяч до миллиона или арест на два года. В настоящий момент там установлено, именно откуда данная алкогольная продукция была погружена, именно с какого склада города Иркутска, с какой оптовой базы и куда непосредственно двигалась. То есть, действительно, в настоящий момент проводится проверка. Вниманию жителей Устилимского района 29 января с 9 до 14 часов в здании администрации поселка Железнодорожный в кабинете номер 5 будет проводить прием по личным вопросам министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Дмитриевна Свиркина. Сегодня в Устилимском военкомате начала свою работу комиссия по первоначальной постановке молодых людей на воинский учет. Что включает в себя это мероприятие и как оно прошло, узнаете из сюжета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет проводится, чтобы выявить их численность, категории годности по состоянию здоровья, образовательный уровень и приобретенную специальность, профпригодность к подготовке по военно-учетным специальностям, а также для проведения предварительного распределения юношей по видам вооруженных сил, родам войск и так далее. Сроки проведения первоначальной постановки в городе Устилимске граждан на военный учет с сегодняшнего дня, то есть с 27 января по 14 марта. Накануне был проведен определенный комплекс мероприятий, который, так сказать, как раз направлен на то, чтобы сегодня уже молодые люди были здесь. То есть это мы занимались и оповещением, и в основном это все было централизовано через образовательные организации города. Сегодня молодым людям предстояло пройти профотбор, медицинское освидетельствование, включающее широкий перечень врачей. И в завершение комиссию, которая дает заключение о категории годности. Устилимский военкомат планирует поставить на воинский учет более 500 молодых людей в возрасте 17 лет. На первую в этом году комиссию пришло около 50 человек. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Около 6 миллионов рублей будет направлено на оказание единовременной финансовой помощи гражданам на открытие собственного дела в 2016 году. Ожидается, что сумму в размере 60 тысяч рублей получат более 100 жителей Иркутской области. Об этом заявила министр труда и занятости региона. Для получения разовой финансовой помощи необходимо встать на учет в Центре занятости населения по месту жительства. Специалисты проведут консультации по вопросам создания собственного дела, составления бизнес-плана, оформления в качестве предпринимателя. Также безработным предоставляется возможность пройти обучение на курсах предпринимателей, сообщает Иркутск Медиа. Трудоустройство инвалидов, поддержка начинающих предпринимателей, помощь молодежи в выборе профессии, трудоустройство женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей – это далеко не все функции Центра занятости населения города и района. Об итогах прошлого года и планах Центра на 2016 год в материале Алены Калько. В непростой по экономическим показателям 2015 год за услугами к специалистам Центра занятости обратились 4 326 человек. Это на 353 меньше, чем в 2014 году. Об уровне безработицы на начало текущего года рассказала директор Центра занятости населения Наталья Шевцова. Численность официально зарегистрированных безработных составляет 996 человек. Из них 762 человека – это жители города, и 234 – это жители Остилимского района. Основная доля в составе безработных – это женщины. Они составляют 66,2% от всех безработных граждан. Доля молодежи в общей численности безработных – это граждане в возрасте от 16 до 29 лет, составляют почти 28%. По состоянию на 1 января в базе Центра занятости имеется 1082 вакансии. То есть, в соотношении с числом безработных на одно свободное место претендует один человек. По словам Натальи Ивановны, по-прежнему высок спрос на рабочие профессии. Постоянно требуются высококвалифицированные водители, специалисты. Это водители, если брать по рабочим профессиям, водители автомобилей категории СДЕ, монтажники, охранники, слесари по ремонту автомобилей, электрогазосварщики. Ну и, если говорить о неквалифицированных таких профессиях, то это уборщики производственных и служебных помещений, подсобные рабочие. Среди вакансий для служащих – это, конечно, врачи, медсестры, как всегда, фельдшеры, инженеры, инженеры-проектировщики, рекламные агенты, менеджеры. С помощью специалистов Центра занятости нашли работу более 2000 человек. Для того, чтобы снизить критическую ситуацию на городском рынке труда, сотрудники Центра занятости реализовывают ведомственные целевые программы, в рамках которых безработные граждане проходят профобучение и получают дополнительное профессиональное образование. Центром занятости реализовывалась и такая программа, как создание рабочих мест для инвалидов и многодетных родителей. Мы в 2015 году создали 9 рабочих мест. Из них одно – это мы многодетного родителя трудоустроили и 8 инвалидов. Из них 7 человек – это инвалиды третьей группы и один человек – это инвалиды второй группы. Центр занятости также ведёт работу по организации переезда безработных граждан в другую местность. За прошедший год была оказана материальная поддержка пятиустилимцам. С 13 ноября 2015 года размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 12 897 рублей. В течение 2015 года Центр занятости населения выплачивал пособия по безработице в среднем сумме 4 219 рублей. В 2016 году Центр занятости также будет работать над ведомственными целевыми программами, направленными на снижение уровня безработицы. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Лучшие вожатые Иркутской области, добившиеся высоких показателей в работе с детьми во время летней оздоровительной кампании, смогут принять участие в международном семинаре в Болгарии. Такая договоренность достигнута губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в рамках посещения комплекса российско-болгарского сотрудничества, говорится на новостном портале СибНьюз. Учитель года – это ежегодный всероссийский конкурс. Проводится он Министерством образования, чтобы поддержать и поощрить передовых школьных преподавателей. Распространить их педагогический опыт и повысить престиж профессии. В минувший понедельник в Усть-Илимске стартовал первый этап конкурса «Учитель и воспитатель года-2016». Подробности далее. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые участники и гости нашего праздника! Мы рады вас приветствовать на церемонии открытия муниципального этапа конкурса «Учитель и воспитатель года-2016». Актовый зал общеобразовательной школы номер 17 был переполнен. Хочется отметить, что присутствовали не только взрослые. У молодежи растет интерес к профессии учителя. Главными гостями мероприятия стали Анатолий Дубас, депутат ЗАГС Собрания Иркутской области, Виталий Перетолчин, председатель городской думы, и Любовь Пронина, начальник управления образования. «Действительно это событие года, действительно это очередной профессиональный экзамен. Их, наверное, много в году таких экзаменов, но вот этот экзамен публичный, этот экзамен трудный, потому что здесь педагоги показывают весь комплекс тех инструментов, которыми они владеют. Не только профессиональные инструменты, но и личностные. Это люди, которые обладают особым даром учить других людей, воспитывать личность. Поэтому действительно волнительный день. Я думаю, волнительным он прежде всего является для самих конкурсантов. Но, уважаемые коллеги, хочу вот сейчас передать вам, прям за руку подержаться, вы всем остальным передайте вот это вот, мою уверенность от имени всего зала, от имени всего нашего педагогического коллектива в том, что все будет замечательно, что вы покажете весь набор своего мастерства. Вы уже лучшие, вас делегировали педагогические коллективы. Те, кто знает вас лучше, чем любое жюри, которое мы сформируем. Вас любят родители, вас любят дети. И это уже самое главное. А все остальное – это просто немножко мужества, немножко уверенности в себе. И все будет замечательно, вы лучшие, как бы ни сложились результаты конкурса. Много теплых напуственных слов было сказано в адрес каждого из конкурсантов. После жеребьевки они приступили к первому этапу. В самопрезентации. Учитель сегодня – это человек, готовый быть учеником, актером, партнером. Это один человек с тысячью ролями. И зритель у него непростой, ребенок. А он не терпит фальши и притворства. И от этого ответственность выше. И роль сложнее. Звание «Учитель года» – это не только оценка качества преподавания конкретного предмета. Это в первую очередь в соответствии с высоким критерием. Учителя-профессионала, интеллигента, человека глубокого, с широким мышлением и активной гражданской позицией. Педагога, владеющего не только своим предметом, но и искусством общения с детьми и коллегами, родителями. Кто получит это звание, узнаем на финале конкурса, который пройдет 4 февраля в ДК имени Наймушина в 17.00. Приходите поддержать любимых педагогов. Алена Феоктистова, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Легкоатлеты Иркутской области выиграли 90 медалей разного достоинства на чемпионате Сибирского федерального округа, который завершился в столице региона. Спортсмены из Приангария заняли первое общекомандное место. Участие в турнире приняли более 500 легкоатлетов. Женская сборная завоевала 15 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых медалей. У мужчин 17 первых, 17 вторых и 13 третьих мест. Всего на соревнованиях было представлено 27 дисциплин, рассказали в пресс-службе Минспорта региона. Примечательно, что честь Иркутской области на данных соревнованиях отстаивали 200 спортсменов, сообщает Иркутск Медиа. Наш выпуск подошел к концу. Я Анастасия Матвеева и мои коллеги прощаемся с вами. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин